Добрый день Здравствуйте, ребята Здравствуйте, мальчики и девочки Всем привет Здравствуйте Друзья мои, а вы знаете, я подумал, какой замечательный у нас лес Просто чудо из чудес Я даже стихами заговорил В нашем лесу и от ветра, и от дождя можно укрыться И свежий воздух Да и шишек много Да, и воздух такой лечебный-лечебный Вот и мне захотелось сегодня рассказать вам о нашем лесе А мы уже всё о нём знаем Да Ну да, у нас растут хвойные деревья Сосна, ель и лиственница Вот лиственниц у нас немного Надо бы посадить ещё Точно А вы заметили, что у нас не только хвойные деревья Есть и другие растения? Да Всё остальное не хвойное Значит, к хвойному лесу отношения не имеют А вот тут, Зубочек, ты не прав Да Вот вспомните, как подружились грибы и деревья Грибы помогают деревьям, а деревья помогают грибам Вот, молодец, Шуня Вспомнила про грибницу, да? О, и я вспомнил Да-да И ты молодец Грибы живут в хвойном лесу Без них деревья не могут расти Но вот вы, наверное, заметили, смотрите Что кроме хвойных деревьев в лесу есть кустарники Травянистые растения, мох А ещё здесь живут и белки, и ежи, и муравьи, и птицы А это уже животные Да А ещё в Шишкином лесу растут большие папоротники И орешник На нём такие вкусные орехи А я видел муравейник И все мы дружим И с ёжиками, и с белками Вот, это просто замечательно Все жители хвойного леса не могут друг без друга жить Это как будто разные семьи, которые дружат, ходят друг к другу в гости Помогают друг другу И всё делают вместе, сообща Поэтому всех, кто живёт в Шишкином лесу, называют сообществом Ну, наше сообщество можно назвать сообщество Шишкин лес А если это другой лес? Если это другой хвойный лес, то это будет называться просто сообщество Хвойный лес Ну, интересно, а почему всем этим семьям не тесно жить вместе, а? Ну, как почему? Ну, вам же не тесно вместе Нет, не тесно Вот только колоксик толкается Шунь, ну, я случайно тебя задел Ну, ну, извини, пожалуйста Ну, раз пожалуйста, пожалуй, извиню А, мне не тесно Мне нравится здесь жить Вот так и всем жителям леса Вот посмотрите Больше всего в лесу хвойных деревьев Они образуют верхний этаж леса Смотрите, ниже деревья поменьше, помоложе Это будет этаж пониже Ещё ниже кустарники Потом папоротники Высокие травы Потом низкие травы Кустарнички Такие как брусилика, черника А на самой земле мох Ой, дом какой-то многоэтажный получается Так это и есть многоэтажный дом Этаж это ярус, так он называется Получается многоярусное сообщество Но это ещё не всё Да, а что же ещё? Да Про гребницу-то мы забыли Ой! А она в земле Да Так же, как и корни деревьев Ой-хей, подземные этажи Ну да Мышки норки роют Кроты в земле живут Да Ну, давайте попробуем Расселить всех жителей хвойного леса по этажам Ну, на верхних этажах большие птицы делают гнёзда Им это очень удобно И не надо пробираться в зарослях Конечно, конечно Смотрите Крупные птицы занимают ярусы этажи выше А те, кто поменьше, занимают средние нижние этажи Ой, а моя знакомая Белочка живёт в домике в дупле, который построил дятел В хвойном лесу на каждом этаже или ярусе кто-нибудь обустраивает себе жильё Обитает Поэтому всех жителей этого многоэтажного, многоярусного дома называют обитателями А то место, где они живут, называют средой обитания Всё, что окружает растения, животные, гриб Это среда обитания этого растения, животного или гриба Вот хвойный лес – это среда обитания дятлов, белок, ежей, муравьёв, грибов Ну и, конечно, хвойных деревьев Получается, в нашем лесу много разных обитателей Да, и все обитатели живут вместе, им не тесно Да, и они помогают друг другу Молодцы, догадались Чем больше разных семейств живёт в сообществе, тем лучше для сообщества О, а я понял Моя среда обитания – этот домик и Шишкин лес Так и моя тоже И моя Совершенно верно Домик в Шишкином лесу – это ваша среда обитания Ну что ж, друзья мои, нам пора прощаться с ребятами До свидания, мальчики и девочки До встречи До свидания, ребята Всего вам самого доброго и ангела-хранителя Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин